КОНТРАКТ 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 Всем привет! Я снова в дорогу. Очередной контракт. Однажды я вот так же летел на работу и встретил в аэропорту своего старого товарища. Не просто товарища, а однокурсника учились вместе. Он так же летел на контракт и так получилось, что до города Парижа мы летели одним рейсом, ну а дальше в разные стороны. Давно не виделись, поговорить было о чем, ну и о работе конечно. Так он мне рассказал совершенно страшную историю, которую я приключила с ним на его прошлом судне в начале контракта. Они шли в порты незадолго, буквально до, за час времени до того, как должны были подойти на Пайл Стэйшн и взять набор Плотсмана, на ГЭРЧа выбило все автоматические выключатели топливных и масляных насосов. То есть работало аварийное отключение электропотребителей топливно-масляной группы. Работало несанкционированно, то есть никто не знал почему. Все остановилось, а вскоре случился и блокоут. Они как-то запустили один движок и подали питание на ГЭРЧа. Но никакие попытки включить выбившие автоматы и дать ход судну не имели успеха. Блокировка включения автоматов все еще оставалась активированной и запрещала их включение. Мой товарищ бросился искать причины отключения. На этих причин могло быть несколько. Это израбатывание кнопки и обрыв провода. И неисправность в каком-то из реле. Еще сто причин. Волокиты много, а времени нет. Судно должно заходить в порт. И тогда старший механик, видя, что проблему так быстро не решить, сказал моему товарищу резать провода, дающие питание блокировки выбитых автоматических выключателей. Мы еще вернемся к этой жуткой истории, а пока что по теме изучения ГЭРЧа и рассмотрим эту систему. Систему аварийного отключения групп потребителей ГЭРЧа. Обратите внимание, что на ГЭРЧа автоматические выключатели отходящих фидеров, также пускатели электродвигателей, кроме названия фидера и его номера, сечения отходящего кабеля и номинального тока остановленного автомата, имеют еще также и цветные метки в виде полос. Хотя зеленые метки к этой теме не относятся, скажу и о них, чтобы потом не возвращаться к этому. Итак, зелеными полосами маркируются только пускатели электродвигателей. Автоматы их не имеют. Зеленые метки обозначают, что стартер оборудован устройством автоматического последовательного впуска после восстановления питания в случае блок-аута. Это так называемый sequential стартер. То есть эти стартеры, если они были в работе до блок-аута, после восстановления питания запускаются автоматически, но не все сразу, а по очереди с задержкой во времени, которая указана на этой зеленой полоске. Это сделано для того, чтобы мощные электродвигатели при старте не перегрузили генератор, и в результате чего не получился еще один блок-аут. Остальные цветовые метки обозначают принадлежность автоматического выключателя или стартера в группе потребителей, которые вручную или автоматически отключаются от шин ГЭРСЧА при возникновении той или иной аварийной ситуации. Расшифровка маркировки находится на панели ГЭРСЧА в виде вот такой вот таблички. Оранжевым цветом обозначается группа потребителей, состоящая из вентиляторов системной вентиляции и настройки. Сюда относятся вентиляторы кондиционерные, санитарные, камбузные и все-все вентиляторы, которые гоняют воздух в помещениях надстройки. Они отключаются от случаев пожара в надстройке с помощью одной из дистанционных кнопок. Кнопки этой группы обычно установлены на мостике и фаерстейшн. Сиреневым обозначается группа вентиляторов машинного отделения. Это все вентиляторы машинного отделения, а также котел, инсенератор, блювера главного двигателя. Эта группа отключается в случае пожара в машинном отделении, кнопками, которые обычно установлены у входов машинное отделение и фаерстейшн. Красным маркируется группа, куда входят все насосы топливной и масляной системы. Эта группа также отключается в случае пожара в машинном отделении, Кнопками, которые обычно установлены у входа в машинное отделение и в Fire Station. Внимание! Отключение потребителей этой группы приведет к остановке главного двигателя и к блок-ауту. Синим обозначается группа потребителей камбузов. Это все плиты, духовки, все другое оборудование. Кнопки установлены в Fire Station и у входа на камбуз. Кнопки отключаются в пожарном случае. Коричневым маркируется группа водяных насосов, которые берут воду из-за борта или откатывают ее туда. Кнопки отключения группы установлены на палубе спасательных платов по обеим бортам. Указанные насосы отключаются в случае, когда экипаж покидает судно и спасается при помощи плотик. С этими кнопками тоже нужно быть внимательным. Отключение потребителей этой группы приведет к нарушению работы системы охлаждения главного двигателя и дизель-генератора. Розовым цветом обозначаются группы потребителей, которые должны быть остановлены в случае тушения пожара в машинном отделении при помощи системы пожаротушения углекислым газом, так называемой системы CO2. В группу входят все топливные и масляные насосы, а также все вентиляторы машинного отделения. Отключение потребителей этой группы также приводит к серьезным последствиям, а именно к остановке главного двигателя и дизель-генератора. Эта группа отключается автоматически, и чтобы разобраться, как и когда это может произойти, нам надо рассмотреть систему пожаротушения CO2 подробнее. Основная часть оборудования системы пожаротушения углекислым газом находится в помещении CO2 room на главной палубе. Перед тем, как в него войти, помещение необходимо провентилировать. Установка пожаротушения состоит из батареи баллонов с углекислым газом, который через систему трубопроводов может подаваться для пожаротушения во все зоны машинного отделения, за исключением room. Система активируется из стартовых баллонов, расположенных в пусковых станциях системы. Одна такая станция находится непосредственно в помещении CO2, а вторая в fire station. Запуск системы пожаротушения можно осуществлять с любой из этих станций. Поскольку газ CO2 является смертельно отравляющим для человека, то перед пуском системы все люди должны покинуть машинное отделение, а о приведении системы в действие должна сообщить предупредительная сигнализация. Эта сигнализация, которая называется CO2 Release Alarm, срабатывает, как только открывается дверь пусковой станции. Но при этом срабатывает только аларм. Никаких отключений потребителей при этом не происходит. Отключение группы электрооборудования, обозначенного на ГРЩ розовым цветом, произойдет только, когда сработает конечный выключатель, установленный на главном клапане системы. А сработает он лишь только тогда, когда этот клапан будет приведен в действие и открыт воздушным приводом или вручную. Таким образом, дверь пусковой станции для осмотра или для проверки сигнализации открывать можно и нужно. Это не повлечет за собой никаких отключений. Будет выходить только аларм. Необходимо только, чтобы все знали, что это тест, а не реальный пуск системы. Если необходимо провести неосмотр, а обслуживание пусковой станции, которое занимает больше времени, то, чтобы открыть дверь пусковой станции без аларма, вам нужно отключить питание релейного ящика сигнализации CO2. Он находится в Fire Station. В этом случае реле подачи предупредительного сигнала, которое находится в этом ящике, не сработает и аларма не будет. Но имейте в виду, что ящик реле сигнализации получает питание как главное, так и аварийное. То есть, отключать питание нужно и на главном, и на аварийном распределительных щитах. Эти же действия, то есть отключение питания релейного ящика, нужно проделать и в случае, если у вас будет необходимость нейтрализовать конечный выключатель главного пускового клапана, того самого, который активирует отключение потребителей топливно-масляной группы. В этом случае реле, которое активирует отключение оборудования, не сработает и отключение не произойдет. Сейчас я вам это продемонстрирую. Отключаю питание релейного ящика на ГАРЩА и на ААРЩА. Контрольные лампы не светятся, питания нет. Открываю дверь пусковой станции. Аларма нет. Восстанавливаю питание релейного ящика. Открываю дверь пусковой станции. Гремит аларм. Понятное дело, что с выключателем, отключающим электрооборудование, экспериментировать не будем. Настоятельно советую вам, прежде чем проводить такие действия, изучить электросхемы систем вашего судна. В конце ролика, как всегда, я приложил некоторые свои, для ознакомления по этой теме. И заключительный цвет – желтый. Это группа неответственных потребителей, внезапные отключения которых не повлечет за собой остановки главного двигателя, дизель-генераторов или каких-то других серьезных последствий. Это так называемый preferential trip. Команда на отключение подается автоматически от Power Manager системы при перегрузке работающего генератора по току 105%. Аварийные отключения отходящих фидеров потребителей от Шенгерща осуществляются при помощи автоматических выключателей с независимым электромагнитным расцепителем. Независимый электромагнитный расцепитель – это встроенные в автомат устройства, которые при подаче на него стороннего питания отключают его и блокируют повторное включение. После того, как я отключаю питание расцепителя, автомат можно включить. Реле – коммутирующее устройство блокировки автоматов в группы находится в ГРЩе. Сюда же подходят кабели от удаленных кнопок отключения. Система получает питание напряжением 24 Вольта для реле и сигнализации и 440 Вольт для питания независимых расцепителей. Предохранители цепей питания находятся в передней части панели синхронизации ГРЩе. А теперь вернемся к той истории, где мой товарищ резал провода блокировки автоматов. Так вот, если вы будете знать, где находятся предохранители питания цепей аварийного отключения потребителей, и если у вас вдруг случится такая ситуация, как у моего товарища, то вам незачем будет резать провода, а будет достаточно просто вытащить эти предохранители. Достаточно одного, например, 440 Вольт. После этого вы сможете включить автоматы. Сейчас я вам это продемонстрирую. Допустим, кто-то нажал кнопку, или она сработала сама, или случился обрыв провода, или еще что-то, что выбило автоматом на ГРЩе. Повторно включить не получается. Вытаскиваем предохранитель питания 440 Вольт. Блокировки автоматов. Об этом сработал АЛАРМ. Ну и пусть, но теперь мы можем включить выбившие автоматы. Ну а поиск причин трабла и устранение его, это уже вопрос другой. Это пока все о системе аварийного отключения групп потребителей на ГРЩе. Но в заключение еще раз о встрече с моим товарищем. Так вот, продолжил он. Поперекусывал я провода на всех автоматах, которые не включались. И мы поехали дальше. А потом я все это восстанавливал. Историю об этой системе и своего опыта расскажу как-то другой раз. Так же, как и другие истории. А на сегодня все. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok